Доброе утро, друзья! Начинаю день вот с такой красоты. Сейчас около 6 утра. И мы уже с Лёшиком приехали на рынок. Вчера позвонила Елена Александровна. Я заказывала у неё гортензию Diamond Rouge. Очень красивая. Она такая интересная, оказывается. Расцветает белым в июне и до сентября, потом меняет цвет до такого красного, насыщенного. Вот. Показываю вам ещё наш Троицкий собор, наш красавец. И вот здесь обратила внимание, растёт, по-моему, спирея. Но я хочу посадить спирею, но немножко другую. По-моему, спирея серая называется. Но это тоже очень красивая. Смотрите, какие красивые цветы. Это вот наша пятёрочка. Одна из пятёрочек в нашем городе. Их у нас три. Вот. Ну и мы проходим на рынок. и купим спирею и пойдём заниматься делами. Продавцы уже приехали. Разгружаются. Сейчас пока здесь пусто. Но мне нужна только одна гортензия. И всё. Наверное, на этом сезон посадки, высадки цветов закончатся. Вот. Да, да, да. Так. Как говорится, кто рано встаёт, тому Бог подаёт, чтобы заехать на рынок, разгрузиться. Люди приезжают рано, чтобы была возможность заехать машины и разгрузиться. Вон уже сколько красоты. Вот она моя, Елена Александровна. Или это не она? Нет, нет, нет. Сколько я её вижу? Сейчас буду звонить. Но вообще-то вот здесь, вот здесь, наверное, её ещё нет. Вот так вот. Говорит, мы уже в пять на рынке. что-то её не вижу. Нету её? Её нету. Ну, поехали домой, потом приедем. Ну, давай я ей позвоню. Вот, по-моему, её место, вот, столы стоят. Может быть, она вот прям вот-вот, что зря приехали. Вот, друзья, мы уже дома. Причём уже давно дома. И сейчас я вам покажу, что же я купила у Елены Александровны. Ехала всего лишь за одной гортензией и купила ещё две. В итоге три гортензии я купила сегодня. И теперь у меня восемь сортов гортензии. давайте покажу, что я купила сегодня и уже посадила. Значит, вот такая маленькая. Я здесь оставила горшочек, чтобы не забыть, как называется. Это гортензия Даймонд Руж. я постараюсь найти картинки, чтобы вам было интереснее понимать, что это такое. И буду вставлять в ролик. Вот такая. Значит, за три гортензии и два подарочка я отдала. Ну, за подарки, понятно, ничего. Ну, в общем, полторы тысячи рублей. Я считаю, что это недорого. Вот, давайте, опять нужна ваша помощь. Конечно же, я забыла, что это за цветочки. Опять я получила вот такой подарок. Цветочки и еще один вербейник монетчатый. Я потом вам его покажу. Так, значит, это еще раз Даймонд Руж. Или Красный Бриллиант переводится. Очень красивая гортензия. Это не сегодня. Это Коттон Крим. Я тоже покупала, но раньше. А здесь вот такая красавица. Это я Скайфол. Давно хотела эту гортензию. Удивительно красивая. Они все красивые. Ну, вот, это Скайфол. Это уже купленная сегодня. Естественно, посаженная сегодня. И вот это двухлетка. посмотрите, какой большой кустик уже. Я замульчировала пока вот деревяшками. Надо опять набрать с этого лесного опада, чтобы потом замульчировать. Здесь все как положено. Кислый торф, этот коровяк, эти сосновые опилки там внутри, ямы костная мука и что-то еще. А может быть и все. Итак, это сорт сейчас посмотрим. Сандэй Фрайс, по-моему, так называется. Сандэй Фрайс. Так, ну, а теперь давайте пройдем, покажу, какие же здесь все сорта. значит, Ванилла Фрайс. Это я заказывала через Вайлберис. Все хорошо с ней. Хорошо идет. Это Magic Dream Самы или Волшебное Лето, наверное, как-то так переводится. Она уже будет свисти. Вот это я помню отдавала. Это я не у Елены Александровны покупала, а у мужчины. Алексей Завод 700 рублей. Но это большой трехлетка по-моему. здесь спрятано от солнышка. Вот это боится солнышко. Это широколистное вечное лето. Смотрите, как флокса. Ой, флокса. Вот скажите, как это называется. Хоста. Хоста уже выросла. Тоже прикрываю. Она тенечек любит. Значит, это сегодняшняя я вам уже говорила. даймон труш. Коттон крим. И нет, не ищу. Скай фолл. И сандэй фрайс. Вот. Это то, что растет здесь. И древовидная гортензия растет у меня во дворе. Тоже к ней сейчас подойдем. И еще у нас из новостей началась стройка. Мужчины уже сделали. У нас есть помощник, родственник к нам приехал, который помогает нам и будет помогать стройке нашей крыши. И вот мужчины уже сделали сегодня вот такой козлик. Щит здесь был. Щит мы не делали. Старый щит при покупке дома здесь был. И вот такой козлик из бруса. Вот. И еще вот второй подарок. Вот он вербейник. Это то, что я сегодня получила в подарок посадила. вот вербейник, который раньше был. он уже так это он уже пустил видите новые да друзья я очень вам благодарна за поддержку канала. Вчера или позавчера мне перевели полторы тысячи рублей и вот на полторы тысячи рублей я купила вот эти цветочки. Почему я говорю на развитие канала то сейчас кто-то воспримет ну это же ваши цветочки ну да конечно ваши но я же вам потом сниму контент когда они вырастут как я буду выращивать может быть какие-то ошибки у меня будут и вы увидите эту красоту так что я очень очень благодарна тем людям которые поддерживают мой канал для более интересного контента я бы сейчас вот эти цветочки вообще бы не смогла ну не смогла бы купить потому что сейчас все средства у нас идут настройку а так благодаря вам мои дорогие друзья уже растут вот эти прекрасные цветы и я думаю что вы увидите может быть на следующий год уже цветение и результат вашей помощи поэтому опять обращаюсь ко всем подписчикам не даже не так не ко всем подписчикам а тем подписчик к тем подписчикам у кого есть возможности которые помогают от чистого сердца и с открытой душой другую помощь я не принимаю не нужно отрывать от себя если вам самим нужна помощь вот а те кто могут пожалуйста буду очень рада и повторюсь контент на канале станет намного намного интереснее ну а сейчас здесь вот у нас и пилы уже сейчас давайте пройдем во первых покажу вам гортензию древовидную сейчас вот зона отдыха у нас вот сюда переехала он Лешик уже приехал в светофор ездил ой посмотрите здесь какая красота вы спрашивали что это за ирис друзья я не знаю что это за ирис мне его дарили но очень похож на ирис сибирский начинают цвести пионы вы там не писали ой у нас уже давно почти цвели пионы все расцвели да у нас тоже в городе у многих уже цветут пионы но вот у меня может быть какой-то поздний сорт или может быть они примерзли немножко хотя я их укрывала смотрите подпорочки уже которые я делала показывала как я их делала из сетки они их уже почти не видно второй раз я опять подкармливала их коровиком вот вот такая красота сейчас во дворе и вот гортензия древовидная уже у нее очень много бутончиков видите она скоро зацветет и я с нетерпением жду эту красоту смотрите сколько много очень много бутонов дала вот так что теперь у меня 8 сортов красивейших сортов ой гортензия зацепилась ногой за свой заборчик здесь сегодня Лешек чистит обзол но сейчас уже спускается жара лопатой чистим убираем вот эту кору очень удобно лопатой это делать вот и сушим доски сушим лес и Лешек потом будет обрабатывать из краскопунта специальной жидкостью от гниения от короеда вот эти доски для обрешетки нашей крыши так что вот такие новости друзья еще раз громаднейшее благодарю тем людям которые помогают материально и я могу сделать какие-то покупки и потом вам видео показать и рассказать о цветочках о новой красоте а вот здесь я подкармливаю птичек смотрите вон поразбрасывали пшеницы они живут вот на соседском доме вон там видите где газ входит там дырочка и вот они там живут но друзья видимо там есть какая-то ну прослойка что ли там может быть две стены я не знаю но в общем беда случается в том году упали туда птенчики и вот здесь вот упали до самого фундамента и они там двое суток кричали это было очень-очень сложно в этом году тоже она вывела птенчиков и они завалились но правда погибли они быстро не мучились прям чуть-чуть попищали и замолкли видимо были или слабы или что вот будем разговаривать с соседями чтобы вот эту дырку нужно заткнуть чтобы они больше там не вели гнезда потому что это конечно беда во-первых они туда там падают там уже между этими стенами кладбище птичек это немного печально и вот почему она вот уже же погибли у нее птенцы и вот она опять прилетает и вьет там гнезда причем вот буквально это неделю назад погибли следующие птенцы этого сезона гнездо провалилось вниз и они опять уже вдвоем там с воробьем они уже опять таскают туда ветки и вьют новые гнезда вот надо поговорить не знаю достанет лестница или нет мы бы поставили лестницу и заткнули бы эту дырку даже если там уже есть яйца лучше пусть они погибнут эти яйца и не вылупятся эти птенчики чем они потом будут мучиться вот проваливаются между стенами и все так ну вроде то все показала рассказала вам так что у нас началась стройка сегодня первый день стройки второе июня вот буду по мере продвижения может быть кто-то тоже строится может быть вы почерпнете наш опыт может быть почерпнете какие-то наши ошибки если они у нас будут и не сделаете своих ошибок говорится на чужих ошибках учиться вот такие ранункулюсы у меня уже просто каждый день прям на глазах все растет у нас стоит суш поливаю все каждый день вот да вот этот пион кстати у меня я рада что он это вот воронец у которого листья как иголочки выглядят и красный цветок вверху вот он уже пошел расти слава богу ожил вот так что в этом году уже увижу веточку ну и просьба к вам пожалуйста подскажите мне что вот это за цветочек буду очень вам благодарна ну а на этом я буду заканчивать сегодняшнее коротенькое видео я вас всех обнимаю всех люблю благодарю всех кто помогает и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока